Доброго времени суток, друг! Сегодня я расскажу о человеке, который был в шаге от создания разумной машины и совершения главной ошибки Оракен. Корпус всегда славились своими развитыми технологиями, чего лишь стоит их Моа, которые создавались по подобию машин Оракен. Но один из председателей совета корпуса шагнул вперед. Он создал самообучающийся и самоулучающийся процессор для машин. Анима. Что ж, сегодня мы будем говорить о отце Дарва в Фродбеке. Бек старается избегать каких-либо контактов Стэнна или же при случае пытается удержать с ними нейтральные отношения, так как он прекрасно понимает, что Стэнна шутки плохи. Фродбек впервые появляется после событий Дилеммы Градиуса. Он пытается поймать Аллада у Юпитера и заставить его заплатить за поражение, а также за провальный проект Занука. Однако Аллад свою очередь насылает на корабли Бека полчища зараженных. Тут-то Фродбек и обращается к нам за помощью. Лотос большой неохот и принимает предложение Бека и Тэнна помогают ему по большей части из-за того, что в плену у зараженного Аллада находится варфрейм Миса. Во время охоты на Аллада становится известно, что создатель Зануки вывел новый штамп техноцита. Теперь вирус был способен заражать не только органические, но и неорганические объекты, переделывая неорганику в псевдоорганику. Но перед Тэнна ничего не устоит. Мы победили обезумевшего от вируса Аллада, а также освободили Мису. Немного позже Бек снова появляется во время погони корпуса за Дарва. Он предлагает Дарва вступить в совет директоров, предположительно на место Аллада. Когда Дарва отказывает отцу, Бек вскользь упоминает о проекте Тетра, который позже покажет нам Вейхек, подродивший Фомарианский флот. В последний раз Бек чуть не совершил ошибку, которую допустили Оракен. Он разрабатывает новый процессор Аниме для Амбуласа, который самообучается и самосовершенствуется после каждого боя. К счастью, об этой разработке нам оперативно сообщает глава последовательности Перина, Эргоглаз, перехвативший сообщение от жаждущего прибыли корпуса. Тэнна быстро собирает всю нужную информацию о местонахождении процессора Аниме и уничтожает его. Однако, кто знает, если корпус сделали это один раз, значит сделают и еще раз. Что ж, вот такая вот вся история фродбека. Немного мало, но все что есть. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и ставьте лайки. Эти действия меня сподвигают на улучшение моего контента. Также пишите свои мысли в комментариях, может у вас есть какие-то теории по поводу фродбека. А на этом все, до скорого!